всем привет друзья вы на канале tracker in скандинавия мы с вами находимся в городке гол на грузовой стоянке в норвегии меня сюда занесло да это очень редкость запад и вот я сюда попал сегодня в этом видео пойдет речь о скании супер 500 с которой без пару недель год почти год назад я ее новую взял польши и поехал на ней в рейс и мы поговорим собственно что с ней происходило за год самое главное почему она три раза оказалась в кувете но так все-таки смогла выжить и стоит перед вами абсолютно целая значит почему по каким причинам это произошло попробуем разобраться мы посмотрим пару фоток которая у меня есть к сожалению их немного также расход топлива какой на ней был как она себя вела в целом получается зимой ну и немного я сравню с сканьями в 8 которая на нашей фирме значит за год пробег у этой машины будет 140 тысяч километров но это примерно то есть средняя машина проезжает в нашей компании но это ко всем машинам относится 12 тысяч километров в месяц ну и собственно начнем с кветов самого интересного наверное в этом видео дело было так первую аварию которую сделал ну как сделал произошло такое небольшое неприятное событие когда мне сбили зеркало в новой машине буквально прошло пару недель мне сбили это зеркало было очень неприятно моей вины там особо никакой не было вот с меня никто ничего не высчитывал поставили топа по страховке это дело все поменяли ну то есть поставили назад крышку и все машина обратно была новая все хорошо и успешно работала затем наступил декабрь месяц это был дело было на 45 дороге в швеции был сильный гололед хоть вроде бы и мороз стоял но дорога была скользко и водитель на небольшом поворотике просто поехал прямо он засадил ее по фары снег машина сильно не пострадала так как снег был мягкий так как еще декабрь снег только обирается вот повреждений там трещинка где-то какая-то появилась и все его благополучно вытащили из кувета к тому времени мороз уже был довольно таки серьезный там где-то около 28 вот ну и все собственно машина дальше продолжила продолжила работать без всяких проблем затем уже наступил чтобы вам не соврать наверное конец января начало февраля если я ничего не путаю другой водитель ехал примерно в тех краях я даже если честно вам не скажу точно на какой-то дороге было и он точно также на дороге слетает на одном из поворотов прямо в кусты так же самое засаживает ее хорошенько по фары но немножко там по правой стороне тягача появились какие-то там тоже крещены что-то там отломалась ну несущественно тягач дальше продолжил работать потому что нужно работать зима месяц самое такое до прибыльное дело в скандинавии это конечно зимой все перевозчики больше получают денег чем летом ну в принципе не было причины то есть ждали уже отправку чтобы вместе со вместе тягачить на базу под того все сделать и это уже был начало марта начало марта я уже работал получается или конец февраля был ну что-то плюс-минус плюс-минус где-то так и машина слетает уже окончательно очень хорошо она слетает с дороги на этот раз в дороге в левую сторону и в глубокую канал на фотках может быть не так хорошо видно и к сожалению больше других фотографий нету сидела она там очень глубоко и хорошо кустами была побита левая сторона машины где-то камни были под снегом была разбита полностью левая сторона фара крылья все вот это остальное все было побито ну и в общем водитель сидел в этой канаве три почти дня почему так вышло первый день приехали викинги приехал один приехал второй и они не смогли ничего сделать и он стоял ровненько красиво но затем они опыт пытались вытягивать и они его еще и наклонили водитель остался там же как-то спал там все равно автономка работала тягач заводился то есть все работало все хорошо на второй день уже приехали с экскаватором и они начали об как обкапывать по кругу весь ту территорию я потом проезжал в том месте это 95 дорога тоже по которой мы постоянно ездим зимой они полностью все обкапывали по кругу и только затем они его вытащили груз в начале тоже кстати выгрузили загрузили в другую машину он ехал с мусором с норвегии на швецию и только тогда его достали все то есть прицеп отдельно викинги отбуксировали в швецию в умею водитель на тягаче уже разбитым отправился своим ходом тягач ехал своим ходом отправился в польшу на долгосрочный ремонт то есть где-то в среднем две недели они полностью меняли все детали проверяли все узлы чтобы все хорошо работало ну и на данный момент я могу сказать что вроде бы как бы все и работает ничего не могу про это сказать ну знаете ситуация как бы что сложно где-то может какая-то деталь до кривовато стал руль его то есть нет регулирует не отрегулировали то есть ровненько по центру чтобы он стал я забыл как эта функция называется когда выравнивают руль произошло такое одноголосое мнение от двух водителей то есть один водитель два раза на этом тягача слетал и один водитель один раз соответственно и вот водители сказали что тягач как-то себя хреново в мороз ведет на поворотах что его как бы закусывает закидывает что-то в этом роде я просто вам вот за что купил зато продал я когда брал его нового ездил собственно и не у меня все было хорошо но у меня не было мороза соответственно и сейчас когда я уже его взял в данный момент то конечно же у меня никакого мороза не гололеда уже как бы середина мая но вот насколько насколько это может быть вероятным да если седло взять седло бы у меня подкидывала бы его и сейчас то есть неважно там мороз не мороз там люфт он был бы заметен всегда седло когда кстати момент такой что седло у них было смазано ну опять-таки с их слов момент здесь новый мост и так как у нас же это супер здесь стоит новый мост могли ли быть какие-то заводские проблемы с мостом при сильном морозе потому что в принципе во всех случаях 3 был сильный мороз от 15 и выше здесь момент конечно же непонятно но в данный момент тягач будет ездить работать зимой до зимы ну и там возможно может если он мне попадется мы с вами проверим как оно и что происходит я наслушавшись их как бы сейчас ехал ну и не знаю либо я придираюсь или действительно как-то он в поворотах себя все-таки не так ведет седло мне тоже смазано сто процентов потому что я прицеп подцеплял отдельно я видел что все седло смазано все хорошо поэтому как может вести что-то не так и то у кого есть 2023 года scania супер расскажите как в сравнении с другими моделями ведет себя это scania на дороге и как может быть в зиму ездили были ли какие-либо проблемы стояночка когда-то была очень спокойная тихо в целом городок был тихий спокойный пока здесь не появилось еще больше магазинов белтема здесь была а вот еще один магазин их здесь не было и здесь сейчас такая движуха шум гамм если честно это ужасно я по ошибке почему-то стал мордой к магазину думал что мне утром солнце чтобы не светило в лобовое стекло вот там речка шумит еще здесь протекает горная речка сейчас ее поток хороший она очень тоже как бы шумит вот вечером здесь тоже движуха молодняка здесь какие-то тачки гоняют рассекают мотоциклы и днем такая бесконечная движуха как в целом стоянка это конечно хорошая ну и зимой здесь конечно же гораздо приятнее стоять чем уже сейчас вообще когда-то здесь пару машин всегда было потому что грузовой поток вырастает с каждым годом я это замечаю просто колоссально тем более когда редко в какие-то регионы езжу я потом приезжая вижу эти изменения конкретно то есть например тоже осло когда были там пробки точнее сейчас там постоянно пробки на выезде въезде каждое утро раньше такого не было то есть были только в основные такие дни как понедельник пятница вот но сейчас они постоянно так и здесь движуха есть транспортный пункт тем более магазины бургер кинги и уже здесь скопление молодняка со всех местных деревень следующий важный пункт какой же все таки был расход топлива в этой скани я напомню это сканья 2023 года мая месяца в ней стоит обновленный мотор шильдиком супер это именно линейка двигателей скани это не шильдик аксессуар который вешают все многие этого не понимают но как скане вот это вот показывает и расписывает я вам точно также передаю я когда делал обзор на этот тягач я вам предоставлял информацию с официального сканевского сайта с брошюрами там с выписками что линейка двигателей супер это 500 и 560 и 400 наверное какой-то я не помню какой мотор идет под шильдиком супер три модели этих вот то есть они совместили почему дали супер что вот это двигатель коробка оптик росту она была уже здесь получается 4 задних передачи и в целом выходит 14 передач почему 14 потому что 12 у нас включается на типа 13 такую половинку опускает обороты но у нас есть еще я это проверил у нас есть еще такая передача как не первая а какая-то еще там дополнительно самая которая но с тяжелым весом трогается под гору то есть их получается 14 прямых передач и четыре задних вот такая вот коробка и абсолютно новый мост как заявляет скане вот и это в сочетании они дали супер ему название официально и собственно расход топлива заявляли производители очень низкий ну и в целом да когда я выехал на тягаче на новом было лето было тепло было хорошо расход в среднем был 25 там 26 литров средний вес который мы возим в месяц за месяц средний вес составляет ну примерно 18-20 тонн у нас потому что там везем тридцатку там везем 7 там везем опять тридцатку вот так вот выходит у нас в среднем где-то я считал это около 20 тонн у нас средний вес вес за месяц довольно таки результаты были хорошие и в соотношении летом с тремя остальными машинами я напомню это белая черная в 8 скане и старая то есть в нашей компании машины обзываются так что есть старая мы и так и называем старая есть белая черная в 8 и есть супер вот них такие клички получается на литра 2 было разбежка летом со всеми этими машинами там где-то даже на 3 литра и ну да где-то в среднем тридцатка расход был на восьмых на всех на старые на новых и на этой был вот говорю что 25 26 там 27 примерно так было значит машину у нас не зажатые машину у нас полностью все включается все передачи все функции power шмауэр то есть это все у нас работает не как на больших бомжатских фирмах отрубают все только оставляют эко режим чтоб водитель уже тошнил ехал по дороге и скорость ему 75 вот нет у нас едет 89 скане от завода наступила зима и мороза и таскание но опять-таки фактор водителей может быть был но результаты были 35 36 а то и 37 иногда доходило то есть в среднем то мы возим одно и то же плюс минус все возят одно и то же и одни и те же маршруты добывают какие-то отклонения но они незначительные в то время на в восьмых всех и старой и новых расход был 35 33 вот на это стоял стабильно он ниже 35 не опускался то есть он был 35 36 я говорю что иногда и 37 самый был топовый результат водитель показал на нем середины ноября до середины декабря он на нем показалось 38 расход ну и собственно экономия стоит ли на того или нет это уже как бы решать всем хозяевам компаний кто берет смотрит цены на тягачи растут с бешеной скоростью здесь я кстати уже конкретно узнал с шефом разговаривал что за этот тягач обошелся в 140 тысяч евро то есть это с ндс компания так и так далее то есть факт его цена там сколько там 180 с ндс там 140 уже за восьмые годом ранее можно считать они отдали по 120 тысяч то есть прикиньте супер еще вышел дороже спустя меньше чем в год потому что они куплены были белое и черное в двадцать втором году в сентябре-октябре там месяц между ними разницами они пришли и цена и стоила 120 тысяч как на компанию ну и конечно же так как это не в 8 а в 8 славятся своей надежностью и до сих пор все равно как не крутите что будет с этим мотором как он себя будет дальше вести все это в сочетании как это будет себя вести посмотрим на данный момент какие были с ним проблемы проблем собственно не было никаких масло от замены до замены без долива на восьмых мы доливаем там хоть раз в два месяца или в три но доливка есть на старую доливается чаще гораздо то есть раз в месяц в старую доливается стабильно и только сейчас уже вот буквально как я взял машину пару недель до этого шеф на ней ездил и как он потом сам признался он проехал 15 километров без от blue и появилась ошибка потом появилась ошибка ошибка там двигателя обратитесь на сервис непонятно из-за этого не из-за этого я не могу сказать влияет она на что то или нет но работать она таким образом что она загорается когда машина под нагрузкой идет либо разгон идет либо я иду в гору это начинает она моргать так вот ну включается ошибках как бы отключается включается отключается когда я еду стабильно ровном положении ошибка просто горит, я ее сбрасываю, все хорошо, а так я еду, она меня напрягает, но мы уже по возвращению в Швецию едем в сервис, будут проверять это дело все и что там смотреть, хрен его знает. У меня выскочила также ошибка ВИЗ, вот буквально пару дней назад, но ее дистанционно подключились Scania Assist и ошибка эта ушла, то есть просто где-то что-то клеммануло, то есть все, в целом больше с машиной этой ничего не происходило, но еще год, ребята, еще только год. И значит, следующее по поводу сборки машин, конечно же, V8, они все крепче, гораздо крепче, когда вы просто ходите вокруг двух машин, даже элементарно полка, на которой я сижу, здесь она просто легкая. V8 тяжелая, видно из добротного, хорошего материала, все гораздо такое сбитий. В целом по всей так, вокруг машины, те же самые дребезжащие крылья здесь в этой V8, они с обеих сторон болтаются, как и сопли. V8 нормально все стабильно стоит, ничего там не болтается, не дребезжит, как бы. Если по салону сказать, что, ну, в целом, наверное, не хлюп и будет, вот, здесь салон точно такой же, со исключением, конечно же, спальника, про который я говорил уже не раз, что здесь обычно стоит спальник маленький. Вот, ну, раз я уже зацепил салон, значит, по салону я говорил, что руль меня смущал, руль, как бы, пока что ведет себя хорошо. Руль в достойном состоянии, в белых, в белой и в черной V8 пробег в два раза больше, грубо говоря, там руль пошел с потертостями уже, незначительными, но пошел. Вот, в целом, по кнопкам, по панели, как бы, все плюс-минус нормально, не скажу, что не что-то где-то царапалось, то есть ничего такого не замечается. Да, места, где там шоркают канистрой, там баллоном, там вот подножка, там может какие-то царапины есть, вот, а в целом-то все нормально. Спальник, спальное место осталось целым, хорошая, не продавлен матрас, ни наоборот, ничего не разлезлось, как это происходит в Вольве, как это происходит в Рено. Почему я говорю про Вольву и Рено? Потому что у них я ездил, я знаю, какие там конченые спальники просто-напросто, поэтому здесь с этим вопросов никаких нет. Все выдвигается, как и выдвигалась, задвигается, как и задвигалась, и все на своих местах. Вот, полочки не отвалились, тоже, и хорошо. Вот, значит, по так же, по основной, как бы, электрике все работает, как и работало в штатном режиме, навигация, мультимедиа, холодильник, все работает. По поводу тяги и разницы в тяге, на данный момент могу с уверенностью сказать, что V8 все-таки натягивают супер. Вначале мне казалось, что он очень добротно валит, я там делал эти замеры, но сейчас, кстати, да, возможно, может быть, эта ошибка все-таки как-то влияет или что, но очень все печально было. На мусорку стандарт, мы заезжали на мусорку на подъем вдвоем с Дмитрием, Дмитрий на белой сзади был, мы брали с полного разгона на этот подъем, и Дмитрий, то есть, конкретно мог, он за мной приравнялся, и затем он еще смог выйти меня на обгон, то есть, ему хватало сколько запаса мощности, при этом вес у него был на полторы тонны больше, а моя все, и никуда не едет. Вот, это первый момент, и сейчас второй момент, я ехал козлячей какой-то дорогой, где был жутчайший просто подъем, я думал, что я там и останусь в нем, по градусам, я не знаю, либо знак пропустил, либо там не было написано, там дорога вообще непонятно какого номера, не знаю, на ощущение процентов 13 там был подъем, в общем, и я в него полз на шестой передаче, 25-29 километров в час, она там разорвалась, но ползла, 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 при этом вес у меня всего лишь 24 тонны, ну, как бы, я был немножко разочарован в данный момент, ну, может быть, реально это ошибка, которая сейчас горит, как-то что-то там, ну, что-то влияет, я не знаю, посмотрим, когда мне ее уберут, в чем это была причина разберутся, посмотрим, что как будет с ходовыми характеристиками в целом, вот, и вот вашему вниманию сейчас отрезок, как я впер в эту гору. По поводу ЛКП, ЛКП довольно-таки сохранилось хорошо, но я могу предположить, что с тех пор, как я ездил на этой машине, ее больше никто и не мыл, может быть, и мыли пару раз, и щетками тоже мало кто тер, поэтому в довольно-таки достойном состоянии оно все осталось, нету таких царапин, как были, то есть был тягачугод V8 черный, и я видел, насколько она была вся просто в царапинах, в паутине, и также огромное количество сколов за зиму, вот, должен отметить, не знаю, может, такой пластик какой-то делают или что, что он отстреливает эти камни, но здесь меньше побоин, чем на черной V8, там у меня очень жесткие такие сколы были, ну, может быть, так повезло. По поводу подкрылков, подкрылки на ведущих колесах сохранились в хорошем состоянии, а на ленивце, конечно же, немножко пошоркали за счет прицепа, но это дело обычное, стандартное такое у всех происходит, у нас седла не сдвижные, прицепы стандартные идут, поэтому подкрылки подцарапывает в любом случае, вот, но так в целом восстановили тоже машину хорошо, все работает, все светит, ничего пока еще ниоткуда не отвалилось. Ну и вот, собственно, наверное, все, что я хотел сказать по поводу супера, что не сказал, может, где-то добавлю в других видео, а с вами был канал Tracker in Scandinavia, мы продолжаем свой путь по Норвегии и с вами был Федор, всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Припарковался, сходил в магазин System Balaget, удобное место, хорошее, думал я один такой умный, но нет, Juve Driver, тоже канал на ютубе, также решил сходить в магазин.